Песня 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 Я могу показать уникальное совершенно издание этой песни. Вот-посмотрите. В os dot com 19 годах были изданы те песни, которые раньше были запрещены. Но это марсельеза, коммунистическая. Это на мотив марсельезы слова написал демьян бедный. Это Варшавянка. Здесь идёт текст, но вот интересно, что автор был очень скромным человеком, и в те годы автора Варшавянки на титульных листах и нигде вы не увидите. Мало этого, долгие годы Варшавянка считалась просто созданием русских рабочих революционных. Не все даже знали, что она переведена с польского языка, что это польская революционная песня. Ну, а у меня к вам, в общем-то, вопрос. Кто являлся автором русского текста Варшавянки? Кого арестовали в 1895 году? Кто сидел сначала в Петербурге, потом в Москве и затем был отправлен в Сибирь? Ну, как? По-моему, Коржановский. Совершенно правильно. Глеб Максимилианович Коржановский. Большой друг Владимира Ильича, революционер, учёный, поэт, крупный государственный деятель. Я хочу несколько слов сказать о биографии самого Глеба Максимилиановича. Как человек приходит в революцию? Интересно, что его дед был польским революционером. За участие в восстании 1863 года он был сослан в Сибирь, где родился отец Глеба Максимилиановича Коржановского. Его мать была из благополучной немецкой семьи. И когда дед узнал, что она хочет выйти замуж за Коржановского, за Галаштанова, за не имеющего постоянной, так сказать, работы, он проклял свою дочь. И она покинула отчий дом. Они скитались. Правда, отец Глеба Максимилиановича был человеком, мастером на все руки. И пока он был жив, они, в общем-то, такой уж совсем зверской нужды не знали. Но он простудился, скоротечная чахотка. Он умер, когда Глебу было 7 лет, а его сестрёнке Антонине всего 5 лет. И осталась одна мать Эльвира Эрнестовна с двумя малолетними детьми. Но вот что интересно, что маленький Глеб прекрасно учился. Уже в 3 года он научился читать. Это ещё при отце. Он поступил в училище уездное, кончил его прекрасно на одни пятёрки. Затем это дало ему возможность посещать реальное училище. И в реальном училище Глеб Максимилианович учился блестяще, что дало ему возможность двигаться ещё дальше. Он пошёл учиться в технологический институт в Петербурге. В чём очень интересно. Семья была необыкновенно спаянной. Технологический институт был рассадником революционеров. Там учился Старков, там учился Сильвин, там учились братья Красины. И у них были очень большие связи уже в рабочих рывках. Там зарождался в технологическом институте русский марксизм. И вот Глеб Максимилианович попал в такую среду. Начинаются поиски путей. Интересно, что к этому времени в Петербург приехала учиться на бестужевских курсах и его будущая жена Зинаида Павловна Невзорова, затем Крыжановская. И вот на квартире Невзоровой Глеб Максимилианович впервые услышал Ленина. Он читал тогда реферат, назывался он «О рынках». Глеб Максимилианович с этих пор стал навсегда большим другом Ленина. Начинается революционная работа, начинается, соответственно, и слежка. Начинается провокатура, начинается тяжелое подполье. Он был арестован вместе с Владимиром Ильичом. Вместе с ним был посажен в дом предварительного заключения. Вы знаете, ребята, я была в этой тюрьме, где сидели соратники Ленина, посаженные за работу в Союзе борьбы за освобождение рабочего класса. Мы с моей сотрудницей пошли посмотреть камеру, в которой сидел Владимир Ильич. Камера 193. Это было очень тяжелое впечатление. Во-первых, каждая секция, она закрывается отдельными решетками. Значит, лязгают ключи, лязгают засовы, то открывается, то закрывается, потом привели в камеру. Вот камеры небольшие, они все, в общем-то, во всех тюрьмах, они везде почти одинаковые. Несколько аршин в длину, два с половиной аршина в ширину. Все привинчено к стенам, койка, столик, окно. Окно очень высоко, во-первых. А во-вторых, забрано так называемым намордником. То есть снизу одевается такой короб. Так что видно только вот вверх, кусочек неба. Вы не можете просто в окно посмотреть, вы не видите друзей, которые гуляют внизу, вы не видите соседних камер на противоположной стене, хотя это замкнутый квадрат. То есть стены сплошные. Вы представляете себе жить 14 месяцев? Ну, Ленин прожил 14 месяцев. А ведь были люди, которые сидели в этих одиночках годами. Причем, да, причем одним из тоже способов наказания было то, что очень долго не вызывали на запрос. Глеб Максимилиановичу пришлось труднее в данном случае, потому что его выдал провокатор. Провокатура работала очень здорово. Хотя все держались прекрасно. Вы знаете, они получили свои три года в сибирской ссылке. И в сибирскую ссылку они пошли этапом. Вот в пересильной тюрьме у нас здесь, в Москве, на Бутырках, Пржановский и написал свою маршавянку. Прежде чем мы перейдем к будущему, я хотела вам загадать одну загадку. Как переписывались, вы знаете. Вы знаете, что революционеры всех поколений, это с незапамятных времен, изобретали шифры, химические чернила, писали лимоном, молоком, писали разными разведенными лекарствами. И вот Владимир Ильич изобрел такой способ. Он заказывал книгу себе в камеру. Ее приносили. И он точечками ставил такие точечки в отдельной какой-то статье этой книги. Сдавал ее в библиотеку. И по перестукиванию по почте он передавал, что возьми себе такую-то книгу. И вот в частности, Глеб Максимилианович вспоминал, что он как-то взял в библиотеке Брэма «Жизнь животных». Он понял, что надо искать в статье о сусликах. Почему? Потому что у него была кличка. Суслик. И вот мы взяли тоже статью и точечками поставили, поставили точечки над буквами. Ну и попробуйте, пожалуйста, вот расшифруйте, посмотрите на эти точечки, что у вас получится. Вот сумеете вы прочесть? И какое терпение нужно было иметь для того, чтобы прочесть? Нет. Ну как нет? Вот попытайтесь. Где первые точечки стоят? Первое слово «нет». Как «нет» первого слова? Да потому что правильно. Начинается «нет». Вот. Начинается. Нет. 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 Не теряй времени. Он сразу понял, что пишет Владимир Ильич для него специально. «нет». Но ведь вы видите, здесь мы точечки вам поставили очень так четко. А они же делались булавочками, накалывались. Так что их вообще еще надо было разглядеть. И мало того. Ну, в тюрьме, конечно, времени много. Но терпение тоже нужно. Потому что и вот такие письма Глеб Максимилианович от Владимира Ильича получал регулярно. И он говорил, сколько бодрости, сколько счастья они приносили всем нам. Ильич работает, значит, и нам нужно работать. Они были мужественными, сильными. И они ехали в Сибирь в полной уверенности, что и эти три года пролетят незаметно, и что можно будет продолжать свою работу. Но надо сказать, что даже в их жизни был период, когда их пути разошлись. Потому что после разгрома первой русской революции, когда наша партия была разбита, когда наступила неомоверная усталость в рабочем классе, Владимир Глеб Максимилианович не то, что стал противником Ленина, но на какой-то момент он потерял ориентацию. Он решил, что Владимир Ильич слишком строг, что может быть действительно можно и принять и отзавизм, и ликвидаторство, что можно, так сказать, перейти к чисто легальным методам борьбы, отказавшись на время хотя бы от этого. И он говорит, я покинул Владимира Ильича, и меня до сих пор мучает совесть. Он так и пишет в своих воспоминаниях. Насколько прозорливым был Ильич, он один видел, куда надо видеть, вести корабль в этот тяжелый период. Среди всех этих бурь, среди этих невзгод. Он как настоящий рулевой стоял у гостика на штурвале, не покидая его. А мы, мы не всегда служили ему помощниками. Но уж лихвой Глеб Максимилианович эту ошибку возместил затем после революции. Они встретились, они долгие годы не встречались. После революции 905 года прошло долгие 10 с лишним лет, пока не встретились здесь, в Кремле, в Москве. Глава правительства и крупнейший инженер, энергетик, которые решили осуществить свою мечту. Как поднять народное хозяйство России? Надо было его поднимать с электрификацией, потому что только электроэнергия могла дать силу нашим стоящим заводам, нашим железным дорогам, могла помочь нам перешагнуть от дикости к счастью, к социализму. Для того, чтобы лучше представить себе всю грандиозность и кажущуюся несбыточность плана, мы давайте посмотрим, как работал Владимир Ильич. Работал Владимир Ильич при свете вот этой настольной лампы. Это лампочка, всего 16 свечей, всего 16 свечей. И если посмотреть, как это было, то вы увидите темнота, вот скажем, вечером или ранним утром, еще темно, холодно. В кабинете Ленина зимой зачастую температура была всего 14 градусов. Иногда Владимир Ильич сидел, накинув пальто, у него мерзли руки. И вот рожащий кусочек желтого света, 16 свечей, мы с вами даже не знаем сейчас, что это такое, скажем, 50 или 60, насколько сейчас свечей, самые маленькие лампочки какие-то. Это кажется уже совершенно темно, это можно освещать только какую-то маленькую комнатку, но не такое большое помещение, все-таки кабинет Ленина достаточно обширное помещение. И вот при этих 16 свечах Владимир Ильич разворачивал грандиозный план перестройки народного хозяйства России, план электрификации. Так вот, ребята, перед нами очень интересная книга. Я должна вам сразу сказать, что это копия, потому что подлинник сплошь покрыт пометками Владимира Ильича и, естественно, находится на специальном хранении в Центральном партийном архиве. Но эта копия была сделана личным библиотекам Ленина Шушаник и Никитич Моночерьянск, которая совершенно точно перенесла на книгу пометки Владимира Ильича. Причем, вы посмотрите, это план электрификации РСФСР, введение к докладу 8-му съезду Совета в Государственной комиссии по электрификации России. Почему я вам показываю это? Потому что здесь указывается, как создается комиссия, и написано председатель инженер Кржижановский от электроотдела ВСНХ. И вот Глеб Максимилианович берется за осуществление этого огромного плана. Кстати, ребята, вот хочется мне это отметить специально. Никто не верил в осуществление этого плана? Да, готовили. Вот вы видите, это же еще только наметки, это еще только основа, потом будут разработки, районирование, подсчеты. Ленин будет подсчитывать каждый кубометр, каждый киловатт, сколько это будет стоить, где надо строить, будет все. Но как только заговорили об электрификации России, завопила вся буржуазная пресса. В России это невозможно. И вот здесь, в этом кабинете, в 20-м году Ленин принимал знаменитого английского писателя Герберта Уэллса. Он пишет, сам Уэллс, что в какое бы волшебное зеркало я не смотрел, я не могу увидеть Россию будущего. А вот невысокий человек, сидящий в Кремле, эту Россию видит. И это видел Глеб Максимилианович Кржановский. Он готовился к осуществлению этого всю свою жизнь, потому что он специально учился, он работал, он планировал, и для него предложение Ленина было величайшим счастьем. Но вы вспомните, что такое 20-й год. Монтировалась на сцене Большого театра карта электрификации России. Театр был полон. Для того, чтобы ее осветить, ну какие-то там, сколько там лампочек было, всего сотни-полторы лампочек на ней было, чтобы показать, где, какие очереди будут электрифицированы. Для этого во всей Москве на полтора часа было выключено электричество. Представляете, что такое мощность нашей Магеста была. Есть одна картина. Я не считаю, что она может быть очень удачна. Немножко художник, мне кажется, приукрасил само положение. Вы видите, что все сидят почему-то прямо даже на сцене Большого театра. И доклад в данном случае выступает Владимир Ильич. А Глеб Максимилианович вот он здесь стоит, он только что закончил свой доклад. Конечно, это было не совсем может быть так, но убедительность этого ленинского жеста здесь довольно четко прослеживается. Он умел убеждать, а он ведь верил. Когда он какие-то планы провозглашал, он верил. Тут хорошо указка стоит, чувствуется, что Глеб Максимилианович только что ее оставил. Он делал доклад. Доклад об электрификации России. Пройдут годы, я еще раз подчеркиваю, что жизнь Глеба Максимилиановича была очень яркой, долгой, все-таки почти 90 лет, но вот эти годы, годы общения с Лениным были, пожалуй, самыми яркими. Восьмого съезда мы, по-моему, имеем всего несколько метров пленки, к сожалению, но зато есть кинокадры принятия на пятом съезде советов принятия плана первой пятилетки. Именно Глеб Максимилианович предложил первый пятилетний план, как генеральный план строительства социализма. И ему не раз говорили, почему именно пять лет. И, не знаю, задавали все когда-нибудь тоже вопрос, почему у нас пятилетки? Почему не семилетки? Почему не трехлетки? Почему пятилетки? Кстати, сказать, пятилетки принято ведь не только у нас. В целом, ряде государств тоже пятилетний план развивается на пять лет. И даже не только в социалистических странах, но даже в капиталистических странах. некоторые говорят, да, почему? Нет. Глеб Максимилианович очень хорошо это объяснил. Пять лет это основной срок хорошего большого строительства. За пять лет можно построить завод, это при хорошем строительстве это цикл. За пять лет можно определить урожайность того или иного поля или того или иного сорта. Пять лет это на разработку каких-то проблем и так далее. Это оптимальный научный режим. Он ничего не выдумал, это в данном случае романтик Крыжжановский стоял на твердых позициях науки пять лет. И вот почему пять лет себя оправдали. Они действительно показали, что это ритмичное за пятилетку можно многое сделать. Вы знаете, что карьера, если вообще можно говорить о карьере революционера, у Глеба к Смельяновичу была блестящей вплоть до президента Академии наук СССР. Было все, были ордена и признание за слуг, было счастье увидеть строительство, осуществление этого строительства таких гигантов, как Днепрогресс. Это тоже было мечтой, осуществлением мечты. И вот мы видим здесь стоят телефонные аппараты. Как часто, может быть, среди ночи Владимир Ильич набирал номер Глеба Максимилиановича и спрашивал о чем-то. Приходили какие-то новые мысли, возникали какие-то новые планы. Вот интересно, он всегда запрашивал Глеба Максимилиановича, что вы думаете о предложении такого-то ученого, что вы думаете о возможности осуществления. А если бывала свободная минутка, то Владимир Ильич, взяв Надежду Константиновну, ехал на Садоническую. Ехал для того, чтобы поговорить с другом, чтобы обсудить какие-то общие планы. Может быть, отдохнуть, может быть, отдохнуть, потому что, вы знаете, как тяжело не иметь общения с друзьями. А как хорошо было, когда глядя в глаза Глебу Максимилиановичу, можно было говорить совершенно откровенно, во-первых, а во-вторых, ничего не разъясняли. Они понимали друг друга с полуслова, еще с тех далеких времен, когда были оба так молоды, когда оба еще только начинали свой революционный путь. Глеб Максимилианович оставил прекрасные воспоминания о Ленине и о человеке, и о государственном деятеле. Но вы знаете, как вот интересно, он говорил о Владимире Ильиче, о его чуткости, о заботливости, о внимании. Но интересно, вместе с тем, он говорил, что Ленина нельзя назвать добреньким. Нет, он был гуманным, в самом высоком значении этого слова. Он помнил о всех, вот он видел, он идет в заседание Совета народных комиссаров, он видит, вот Сулюпе плохо, он пишет записку, что надо увеличить заработную плату. Вот Чичерин, да, работался до кровохаркани, надо отправить в санаторий, причем так, чтобы не было там телефона, чтобы он не мог созвониться, чтобы спокойно отдохнуть. Для него. Но если человек отходил от политики или политическая линия не совпадали, этот человек навсегда уходил из жизни Владимира Ильича. Но вот какие качества личной души Крыжановского так полюбились Ленией? Говорят, противоположности сходятся. У Клепа Ильича характер был немножко другой. Он был более лиричный, но легко увлекающийся, он легко развивал брошенную мысль. У них было много общего, они одинаково любили поэзию. Владимир Ильич стихов не писал, но он, видите, как им нравились и «Варшавянка», и «Красное знамя», которое перевел Крыжановский. Действительно, ведь сделано это прекрасно. Они оба любили музыку и оба только пели, не умели играть ни один, ни другой. И мы знаем, что из Шушенского Владимир Ильич пишет «Домой, сюда, в Москву, матери и маняши с просьбой прислать какие-то ноты. У меня теперь гостит Глеб, он стал что-то большим охотником до пения. Пришли, пожалуйста, ноты». Естественно, Мария Ильич спрашивает «А какой голос у Глеба Максимилиановича? Какие ноты прислать?» И Владимир Ильич говорит «Какие ноты? Какой голос?» «Да бритон, наверное, что ли. Он и тот те же песни поет, что и мы с Марком когда-то кричали». Понимаете, это так важно было для Ленина, когда его понимали с полуслова, когда ничего не надо было объяснять. И вот это вот душевное и сердечное биение в унисон, конечно, было очень важно. И поэтому эта дружба так много значила для обоих, не только для Глеба Максимилиановича, но и для Владимира Ильича. «Людмила Ивановна, вы говорили про то, что все революционеры увлекались очень многим, они перед некоторым писали стихи, изучали историю, но как им это все удалось? Вот я очень ценю в людях, когда они всесторонне образованы, когда они многим увлекаются, но я прекрасно уже на себе испытала, насколько трудно одновременно заниматься многим. Мне ни времени не хватает, ни сил. Как им это удалось? Нет, очевидно, все-таки это связано с умением организовать свое рабочее время. Начнем с учебы. Почти все, все-таки они, если мы возьмем, все великолепно учились. Я знаю, что я не собираюсь вам читать нотации, это совершенно не в моем стиле, но мы этим хотим заниматься, этим не хотим заниматься. Вы знаете, как-то они очень рано выбирали свой путь, и они готовили себя к этому. Они прекрасно знали, что если школа, гимназия в данном случае училища кончены плохо, то путь в университет, путь к образованию закрыт или отодвигается. Вы выбирали и работали. Работать приучались с самого раннего детства. Я говорю, меня потрясло, например, не знаю, может быть, на вас не производят впечатления, но что Герцог к восьми годам знал четыре иностранных языка. Кржижановский писал стихи. Не знаю, когда. Вот он разрабатывал планы, он руководил институтом, академией, госпланом. Такие государственные должности. Я ненавижу слово. Они были такие же, они были простые. Нет, в общем-то, они жили такими высокими идеалами, и эти идеалы их тянули. Эти идеалы тянули. Вы знаете, я готова повторять это чуть не каждой нашей группе, что даже буржуазные писаки говорили, что советское правительство руководило Лениным самое культурное правительство Европы. Самое культурное. Они не говорили, что самое беззаветное, самое там трудолюбивое, это все было само собой, самое культурное правительство. Это личности. Это личности интересные, умные, добрые, тех, кого хочется знать, кому хочется подражать, таким можно следовать. Знаете, что интересно, что среди наших революционеров почти не было людей какой-то одной профессии. Они все были, во-первых, революционерами. Я считаю, что прежде всего революционерами. И многие из них в общем-то на какое-то время отодвигали свою основную профессию. Ну, скажем, Симашка. Симашка ведь он был врачом по профессии, правда? Он кончил институт, он мог практиковать и мог прекрасно жить. Кстати, сказать, он был премянником, сталим премянником Приханова. Но его путь тоже был предопределен. Он был революционером. И, конечно, я бы могла Симашка вам тоже прочесть целую лекцию «Какое счастье стать министром здравоохранения рабоче-крестьянского государства». Они отодвигали, останавливали на какой-то момент свою непосредственную научную деятельность. Или Чечень. Вы знаете, он был революционером, но Чечень, вот сейчас, кстати сказать, продается книга Чеченина «Моцарт». Он всю жизнь писал свою монографию о великом немецком композиторе «Моцарт». И, кстати сказать, написано это здорово, потому что это написано человеком увлеченным, а не кабинетным ученым. Понимаете, как? Кабинетный ученый. А кто был Ленин? Вот представляете, Ленин был ученым, разве он не был ученым? Его великие труды, развитие капитализма в России, и детская болезнь левизны в коммунизме, и оправдонологии. Это же исследование ученого, ученого, социолога, экономиста, политика. Если мы в данном случае говорим о Глебе Максимляновиче, он мог прекрасно прожить без революции. А тогда инженеры были наперечет, ему предлагали в Самаре колоссальную должность, чуть ли не три тысячи в год заработная плата, тогда это была колоссальная сумма. Нет, он рвется в Петербург и соглашается на любую работу чуть ли не щитоводом, для того, чтобы быть в центре революционной борьбы. Они жертвовали, очень многим жертвовали, жертвовали собственным здоровьем, покоем, благополучием, но я ни разу ни у кого не прочла из революционеров, чтобы кто-то об этом пожалел. Чтобы кто-то об этом пожалел. Я еще раз подчеркиваю, что, конечно, Глеб Максимилианович был человеком необыкновенно счастливым. Увидеть осуществление, ведь Владимир Ильич видел только начало. И не даром, если вы почитаете воспоминания Глеба Максимилиановича, сколько бы не прошло лет, какие бы не прошли, он всегда скажет, видел бы это Владимир Ильич, что бы ни совершалось, вот если бы это видел Владимир Ильич, это пройдет через всю его жизнь. Глеб Владимир Ильич